Ночь с 1 на 2 февраля. На обочине трассы останавливается иномарка. Собака доверчиво выходит на звук работающего двигателя. Ведь нередко сюда приезжают волонтеры, чтобы покормить. Раздается выстрел. На кадрах последние минуты жизни Пескуна. Джип Land Cruiser 200 выехал, я как понимаю, с этой заправки навстречу движения и остановился вон там. Остановился, наверное, где-то минуту стоял на аварийках и ждал. Скорее всего, увидел до этого собаку, что сейчас она выйдет. И получается, собака выходила с той стороны, подошла к Жигули, к этому заброшенному, и он выстрелил. Точнее, на пассажирском сидении кто-то выстрелил, их там было трое человек. Место расправы над животным водитель авто и его пассажиры покинули не сразу. Как будто хотели убедиться, что попали в живую мишень. В этот же день, буквально там за 20-30 минут, в пару километрах, тоже в больших веземах, на улице Институтская, прямо в жилых дворах, 6-7-8 дома. Отстрелили еще трех собак, но там прям очень жестоко. Дети возле школы нашли труп собаки весь в крови. Одну прям добивали, убили в упор в голову, в одну стреляли прямо из машины, как и у нас в данном случае. Собаки живут здесь уже много лет. Их хорошо знают волонтеры и местные жители. Как мы видим, собаки здесь совершенно не агрессивные. Большинство собак, за исключением, наверное, вот этой, носят бирку в ухе. Это значит, что они приняли участие в программе ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания. Мы помним, что в среду обитания возвращают только тех собак, которые не проявляют агрессию. Три собаки погибли и одна ранена. Таковы итоги ночной охоты докхантеров на иномарке. Местные жители говорят, скорее всего, злоумышленники продумали все заранее. Даже автомобиль поставили так, чтобы не попасть в камеры видеонаблюдения. Но просчитались. Не заметили камеру на одном из строений. Она-то и запечатлела факт жестокого обращения с животным. Об угрозе жизни и здоровью стрелявших со стороны собаки речи не идет. Ведь стрельба велась из надежного укрытия автомобиля. Если квалифицируют действия по 245 статье «Жестокое обращение с животными», именно уголовного кодекса Российской Федерации, то можно отметить, что максимальная ответственность, которая на данный момент предусмотрена, это от 3 до 5 лет лишения свободы. Кто стрелял, пока неизвестно. По словам местных жителей докхантеров, было трое. Автомобиль оформлен на юридическое лицо. С 4 февраля он числится в угоне. Розыском преступников занимаются правоохранительные органы. По данному факту, в следственном управлении УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Вместе с правоохранительными органами докхантеров ищут и местные жители, волонтеры. Они опасаются, что в следующий раз живыми мишенями могут оказаться люди. Открыть стрельбу в общественном месте. То есть сегодня он здесь открыл, потом пойдет в торговый центр, откроет. Неизвестно, что вообще у людей на уме. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова